Здравствуйте! Вы смотрите новостной выпуск «День за днём» в студии Олег Соловьёв. Во вторник, 19 января, прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Андрей Шубин заслушал доклады представителей городских организаций о текущей эпидемиологической обстановке в Десногорске. Так, по сообщению руководителя медсанчасти, на стационарном лечении в ковидном госпитале находится 69 человек. В реанимации – 3 человека. Проведение диспансеризации, проведение профилактических медосмотров и медицинских осмотров прикреплённых предприятий. Всего же на 19 января, по данным ФМБА в Десногорске, нарастающим итогом 1773 случая ковида. Заболеваемость в городе сохраняется. Особенно ей подвержены возрастные пациенты, которые при этом поздно обращаются за медицинской помощью. С 18 января МСЧ-135 проводит массовую вакцинацию горожан от коронавируса. Уже поступило две партии двукомпонентного препарата «Спутник Ви», чего на данном этапе хватит для вакцинации всех желающих, в том числе сотрудников муниципальных предприятий. Персонал у нас этим вопросом активно интересуется. Списки мы буквально к пятнице уже будем передавать в ваш адрес. Эпидемиологическая обстановка в школах относительно благоприятная. На дистанционное обучение по ковидному признаку выведено два класса. По ОРВИ болеют 7% школьников. Тоже относится и к работникам учебных заведений. Мы направили в медико-санитарную часть списки педагогов, которые желают и готовы вакцинироваться в количестве 145 человек. И сейчас уже согласуем непосредственно график проведения вакцинации по учреждениям. Особый режим, введенный губернатором области с учетом поправок от 13 января, действует в Десногорске в полном объеме. Медсанчасть номер 135 призывает горожан не рисковать и привиться от новой коронавирусной инфекции. В Десногорске используют вакцину ГАМ-Ковид-Вак, торговое номинование «Спутник Ви». Это двухкомпонентный препарат, который нужно ввести с перерывом в 21 день. К процедуре допускаются люди старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. Для записи на вакцинацию в МСЧ-135 необходимо позвонить по телефону 7-26-13. При визите перед процедурой нужно пройти осмотр у терапевта. Также в медучреждении работает горячая линия, телефоны которой вы видите на экране. В конце выпуска о погоде. 21 января 20-градусный мороз сменится потеплением. Днем переменная облачность и плюс 1. Ночью будет минус 2. На сегодня выпуск завершен. Оставайтесь с компанией Десна ТВ. Редактор субтитров А.Семкин